Итак, в сентябре в Германии будут выборы в Бундестаг и после победы Трампа в Америке очень много стали говорить о том, насколько Россия повлияла на эту победу и о том, насколько это возможно, что Россия и будет влиять на немецкие выборы. Чтобы об этом говорить, мы решили обратиться к нашему гостю Хану Гундарт. Он директор организации ЭНОСТ, которая объединяет журналистов по всей Восточной Европе. Здравствуйте, Хану. Хану, скажи нам, пожалуйста, насколько ты считаешь возможным, что Россия будет влиять на выборы в Германию? Мне кажется, что возможно многое, и никто не знает, это банальность. Насколько именно Россия влияла на выборы в США, пока никто не может сказать, но такие подозрения есть. Мне кажется, главный вызов сохранять равновесие между двумя опасностями. С одной стороны, осознать, что такая опасность есть, я убежден, что есть такие вещи, как тролли, есть большие средства, которые идут в этот бизнес дезинформации, есть российские СМИ, которые освещают здесь, в Германии. И мне кажется, есть и попытки российских служб, может быть, влиять в том виде, как они влияли в России, когда они раскрыли или хэковали электронную почту Хеллери Клинтона и так далее. То есть и на уровне СМИ, и на уровне того, что общество знает, они могут влиять. Я думаю, это важно осознать, это одна опасность. Не игнорировать эту опасность. С другой стороны, опасность есть, что мы настолько зафиксированы на эту опасность, что мы преувеличиваем эту опасность и таким образом потеряем нашу способность смотреть на то, что на самом деле важнее, вероятно, чем эти точки, где они могут влиять. Как это работает? Это же работает так. Есть общественный фон, на который российская пропаганда очень умно, очень профессионально реагирует. Они именно такие больные точки выберут. Например, беженцы. Они играют на страх или на какие-то опасения и так далее, которые есть в обществе. Если смотришь на колонках комментариев, я думаю, я не знаю, но я думаю, количество троллов не такое уж большое. Но они играют и дают такие импульсы туда, которые потом вызывают отклик, большой отклик. Мне кажется, так это работает. И за это важно, чтобы осознать эту опасность и понять, что такая возможность есть. Но очень конкретно посмотреть на каждый случай и не просто обобщать и сказать, что, да, вероятно, все общество может оказаться влиянием России. Я хочу уточнить, ты считаешь, например, что в Германии в комментариях под статьями «Spiegel Online» и прочее действуют тролли, которых оплачивают какие-то российские структуры? Я думаю, что они есть, но они не есть в таком количестве, как многие думают. Надо смотреть на цифры, надо смотреть на конкретные случаи, надо быть очень конкретно и смотреть от случая в случай. Ханна, а вот можно ли в этом контексте говорить про фейковые новости, про то, как они влияют на ту или иную ситуацию? Я очень не люблю это слово «фейковые новости», потому что оно обобщает настолько много в себе. И как раз, как я говорю, надо быть конкретным и надо различать, что такое или что сознательная пропаганда, что просто связано с финансовыми сложностями в СМИ и их желание получить большой охват аудитории, что связано с нехваткой ресурсов и невозможностью заниматься факт-чекингом. Что просто профессиональные недостатки. С факт-чекингом, проверка фактов. А, простите, да. То есть спектр влияния в СМИ, которые обобщаются под словом «фейк-новости», фейк-новости настолько большой. И как раз это, что я говорю, надо посмотреть, где действительно сознательная попытка стоит перед чем-то, а где это просто, например, опять же, толчок. И потом СМИ уже, поскольку они настолько смотрят, что везде фейковые новости, может быть, везде российская пропаганда, и потом из чего-то маленького уже развивается что-то большое. Ну, вы можете примеры привести какие-то? Вот недавно был случай в Литве, по-моему, где было сообщение о том, одно электронное сообщение о том, что есть случаи из насилия в немецких военных, которые там находятся. И это вызывало такая волна уже, вот Россия фейковыми новостями влияет на нас. Дестабилизирует. А на самом деле, это как раз, как я говорю, было одно электронное сообщение, и из него, поскольку там какой-то натовский человек на него отреагировал, стало что-то большое. На самом деле, если ты следил за тем, что вначале было, и на самом деле литовская милиция очень быстро поняла, что там ничего не было. Это пример для того, как что-то маленькое, на фоне нашего страха, что везде есть российская пропаганда, стало чем-то большим. И на самом деле новость уже не было то, что случилось, а новость, что ой, опять фейковые новости. То есть, как говорят по-немецки, из мыши делают слона. По-русски говорят, из мухи делают слона. Как я говорю, надо с другой стороны осознать, что есть такая проблема. Мне кажется, сохранять это равновесие, это главный вызов. Скажите, а вот как вообще выглядит Россия в немецких СМИ? Потому что вот у меня создается такое впечатление, что когда читаешь, в каждой статье есть Путин. Вот за последние три года, например, ситуация как-то изменилась? Это безусловно так, что Путин, Путин, Путин. Можно увеличить охват, если ты поставишь Путина на первую... На обложку. На обложку. Мне кажется, что если смотреть в течение времени, наша ситуация, в которой мы сейчас находимся, что касается отношений между Германией, Европой и Россией, частично связана с тем, как мы и как наши СМИ смотрели на Россию. У меня такой пример, который у меня всегда в голове. Во время Олимпийских игр в Сочи постали такую фотку с двумя туалетами рядом без стены. Да, я помню. Как вы, наверное, все знаете. Это показывает, что все время была какая-то, может быть, высокомерность или какой-то взгляд на Россию, которая всегда так была экстотически... Эти странные русские. Развивающая страна. То есть, то время, сколько длилось, пока Германии поняли, что Россия – это уже не развивающаяся страна, а богатая страна с своими проблемами. То есть, мне кажется, вот это непонятие и это каплирование в клише о России – это важная причина для каких-то чувств обиды, может быть, в России. Я не говорю, что это основная причина, но это одна из струн, почему Путин или российское руководство так отдалились от Европы. То есть, у них такая обида появилась? Обида есть, она может быть нерациональная, но и чувство является сейчас в реальности. Из-за этого, мне кажется, с другой стороны, не проблематично, если Россия играет на это обиде. Это тоже ненормально, но поскольку мы говорим о себе, это один из моментов, о которых надо осознать. И сейчас надо, на мой взгляд, смотреть на Россию не только в Москву, не только в Кремль, не только в Путин, а на Россию в более широком смысле. Вы руководите организацией, которая как раз связана с журналистами из Восточной Европы. Вот вы как-то можете повлиять на эту ситуацию? Расскажите немножко о своей организации. Мы небольшие, но НОС, мне кажется, хорошо тем, что мы придумываем все время какие-то новые форматы, мы стараемся революционировать, скажем так, освещение международного, освещение международного журнализма тем, что мы включаем больше перспектив. У нас есть проекты, в которых участвуют журналисты и из России, и из Украины, и из Прибальтики, и из Южного Кавказа и так далее, которые, естественно, из Запада, которые обменяются своими взглядами. И мне кажется, это очень важно в этих временах, когда мы говорим о пузырях фильтров, где каждый смотрит на мир только из своего узкого точки зрения и делать доступно эти перспективы. Например, получить обратный связь и понять, что ага, вот наше освещение вызывает в той стороне такие чувства или обменяться между людьми, которые можно назвать журналистами. Такой профессиональный обмен опыта и такой профессиональный обмен на конкретные темы, это очень важно. Это в том числе тоже, чем мы занимаемся. То есть вы расширяете чисто немецкий взгляд, можно сказать? Да. Хорошо. Хану, спасибо большое, что были у нас, и мы надеемся, что мы увидимся еще. Удачи. Спасибо вам. До свидания. До свидания.